Всем привет, друзья! Это Рустам, Леон и Вероника, русский family vlog. Как вы могли понять из предыдущего видео, машину мы сделали. С утра до вечера мастер занимался только нашей машиной, я уехал домой, а отец остался там. Дождался, когда мастер все разберет, съездил за запчастями отец и тоже потом поехал домой, мастер собирал машину. Но проблема была все-таки в диске сцепления, в выжимном. Ну как, проблема была в выжимном, но там решили поменять все сразу и диск, и корзину, диск сцепления. Поменяли колодки, масло. Вот есть звук такой небольшой, когда тормозишь. Не расточили еще диски, а колодки новые. Вот надо в ближайшее время мне этим заняться. Также отец сразу решил поменять ремень ГРМ, потому что когда покупаешь машину, не знаешь, когда его меняли. Предыдущий хозяин не сказал. А обрыв ремня ГРМ грозит серьезными вложениями, да и капитальным ремонтом двигателя. Короче, поэтому сразу вот так его поменяли. По деньгам совсем не дешево. Я думаю, сейчас кто занимается автомобилями, тот знает, сколько примерно это стоит. Ну а я еду на работу с утра пораньше. Мы до сих пор в таких курточках, потому что погода утром еще прохладная. Веруська с Леончиком меня проводили. Они сейчас тоже рано просыпаются. Леон перешел на летний режим. Пол седьмого он уже... Все. Активчик. Поеду на работу, посмотрю, что там сегодня интересного будет. А потом еще на курсы китайского языка надо тоже, да. Вот так. С Леончиком сегодня придет нянчиться бабушка, поэтому Веруська собиралась по магазинам. У нас такое бывает на неделе такие дни, когда дни бабушки. Вот так вот. Мне кажется, с такими прикормами, Леончик, у твоих бабушек будет стресс. Да. Кстати, мы купили новый паильник с трубочкой. Вот у нас был, сейчас покажу, вот такой паильник. Он как бы обучающий. И он прям сразу как бы начал пить из него. А вот из трубочки не совсем быстро научился. За два дня буквально. Но сам факт. Как-то прям надо было показывать. И почаще ему давать. Сейчас я рассказываю, что новая методика их руками учат кушать. Ну как учат? Разрешают кушать. Это, конечно, стресс. Тут у нас, видите, все в кашике. Сегодня у нас гречневая каша с яблоком. Я ему, получается, в эту секцию перемешиваю ему, чтобы он трогал. Получается, он там все разбрасывает, а здесь уже конкретную порцию я ему не даю. Ого! Это что за шалынишка такой? Что за шалынишка? Где твоя ложка? Ты же умеешь ложечкой? Покажи. Да, молодец. Умничка. Умничка. А черпать умеешь? Черпать. Давай, смотри, вот так вот, Сина. Вот так. Хоп. Ой. Возьми в ручку. На, в ручку возьми. Вот так вот, хоп. Да. Молодец. Умничка. Умничка, Леончик. Умничка. Да. Молодец. Молодец. Вот такие кашки я ему купила. Гречневую, безмолочную. Они вообще водой просто разводятся, и все очень удобно. И вот такой кукурузный мы еще не пробовали. А вот гречневая, ему поначалу вообще не нравилось, но я начала добавлять яблочко, пюре яблочное. А, нет, 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 нет. Грушу. И он прям нормально от души кушает. Ты шо, унишка, мамин? Да. Да, где вода? Разбираю вещи. Делаю Леона баррикады, потому что он вообще, он почему-то любитель. Вообще, ему очень нравится обувь. Да, я решила сделать вот такую вот защиту. Единственный момент, то, что мне сегодня надо еще сходить за защитой. За защитой для полочек, шкафов. Я покупала несколько, но это оказалось мало. Леончик пространство расширяет, который хочет узнать. Поэтому надо побольше. Мне чисто даже на спальню надо около 10 штук таких вот именно уголков. Знаете, просто я покажу сейчас защиту. Их два вида. И они не на все подходят. Я имею в виду уголки. Вот такие мне надо уголки тканевые. А есть еще вот такие вот. Они классные, они сильнее, но мне просто нужно именно вот такие вот. Чтобы дверцы не открывались. Так, мне надо что-то придумать потяжелее. Ё-моё. Я буквально хотела уголки показать. Он тащил, тащил у меня шоколадку. Больше всего мне приказывает, как он ползает и в одной руке что-нибудь держит. Ну, утаскивает шоколадку, игрушку. Да, да, добыча. Да, молодец. Добыл все-таки себе. Там вот ограждение все-таки, да, осталось. Мама. Мама. Что нет? Мама. 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 В ротик нельзя. Леон. 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 В ротик нельзя. Все, упал. Леончик, как тебе макасики? Под твои носочки, Леон. Он хочет на них смотреть. Нет, ползать не надо. Ну что, я вышла на прогулку. Пошла в магазин, фикс прайс, мне написали, написала бабушка Леону то, что он проснулся, проснулся не в настроении, и мне пришлось вернуться. Я уже стояла на кассе, на кассе было людей, просто тьма, работала одна касса, я целый час была просто в фикс прайсе и в Дионе. Я ничего не успела сделать, прибежал, Леончик правда был без настроения, мы с ним пообнимались, чуть-чуть я его собрала и он пошел гулять. Не знаю, насколько долго он будет гулять, но в это время я решила побежать в Маму Бест, купить защиту на шкафы. Потому что он очень сильно ползает, все раскрывает, и, ну, честно говоря, небезопасно. Я могу быть в зале, и он резко уползает, видя, что я, например, отвернулась и так далее. Хитрый щитик. Вот, поэтому мне очень-очень нужно было купить эту защиту, и я быстренько вот бегу, я такая запыханная, потому что, знаете, ждешь такие дни, что с Ленечком кто-то посидит, и немножко прогуляешься, подумаешь о себе, ага, фигушки, вообще, нет. Вот, чаще всего в такие дни у него нет настроения, он как будто чувствует чуть-чуть, что я ухожу, и как-то он неплохо себя ведет, но он просто грустный и не хочет ни с кем играть. Мне приходится, как бы, прибегать домой, его подыграть и заново идти куда-нибудь. Вот, а так я две недели вообще одна из дома не выходила, если не больше. Только с ним, ну и с Русиком. Вот так вот. Здесь вот такие самокаты на прокат. Насколько я понимаю, ну вот, все как обычно. Приложения, карты и так далее. По-моему, Русик уже рассказывал, сколько они стоят. На обеде решил не сидеть в офисе, а съездить в супермаркет Корзина, он здесь недалеко. Мы были там с Веруськой буквально на второй день после открытия. Работал только сам супермаркет, а остальные этажи, второй, третий и нулевой этаж были еще закрыты. Никого там не было. Посмотрим, что сейчас там. Находится вот на востоке пять. Вот эти дома восстановили. Здесь вот такую парковочку сделали. Такой парк здесь. Очень много гнезд, вот на что я обратил внимание. Прям все деревья в гнездах. А с этой стороны два вот таких вот храма православных, я так думаю, особняки. И вдалеке виднеются шахты. Здесь тоже новостройки появились, мои кутубки. Двери автоматические. Удобно очень. Вот мы когда с Веруськой приехали, только несколько бытиков здесь работало и сам супермаркет. А вот здесь вот внизу вообще ничего еще не было и наверху тоже. А теперь вот так вот прям красиво и много бытиков. Подняться бы повыше прогуляться. Но сейчас я зайду в супермаркет, надо, хочу купить чипсы. Принглс. Здесь очень хороший выбор вообще различных продуктов. Мы прям снимали такой обзор. Да, полностью здесь гуляли, все показывали. Чипсы вот в этой стороне, я так думаю. О, вот они. Только почему-то это Кракс, а не Принглс. Принглсы пока не вижу. Не знаю, большая разница нет. Прям захотелось вот таких чипсиков. Кушаете, нет вообще такие? Вот лесс есть. Но это большая. У меня в одного, наверное, вот такой маленькой упаковочке хватит. А маленькие вот такие Кракс 515. Сейчас проходил рядом с чаем и обратил внимание. Вот такой вот китайский шу-пуэр. Это, как я понимаю, стебель бамбука. Да, стебли бамбука. 4,780, 5,400, 3,5. В зависимости от, я так думаю, громовки. Очень необычно. Вот в качестве подарка кому-нибудь подарить самое то. У меня есть хуэр. Правда, он не в бамбуке. Он просто, блин, такой у меня. А это юнанский. Ну, оригинально. Что это? Юнан. Минзу. Да, это вот китайцы с провинцией Юнан продумают такой маркетинговый ход. Продавать свой чай. Почему нет? Классная фишка. Необычно, как минимум. Сколько пива. Скоро сезон начнется. Пиво и шашлыков. Потому что майские праздники. Мы много отдыхаем в Казахстане. И чаще всего отдыхаем на дачах. Либо на природе. Какой тут выбор? Огромный. Еще одна очень интересная фишка сейчас. Тортики делают вот так вот. Половинками. Не надо покупать целый торт. Можно взять половинку, если на два человека, на три. Если на небольшую компанию. Взял его, сразу скушал. И все. Даже специально вот такие упаковочки. Половинчатые. Он маркетинг. Ну и, конечно же, собственное производство в корзине. Салатики, различные выпечка. Это все очень аппетитно выглядит. К счастью, я уже пообедал. И могу на это все смотреть так хладнокровно. Потому что я бы тут захотел все. А тут вот и рыбка есть. И филе щуки. Короче, и семга. Ваа, какой выбор, а. Ну, честное слово, выбор всего просто огромный. Что хочешь. Захотел рыбки жареной. Пошел купил. Даже заморачиваться не надо. Ехать на рыбалку не надо. Жарить не надо. Купил, поел. Все хорошо. Я вообще приехал прогуляться по торговому дому. Но я в одном супермаркете и завис уже. Все, буду выходить. Ну, тут, тем не менее, есть еще бутики, где не заселились люди. Свободно сдаются в аренду, я так думаю. И знаете, их немало. Поднимемся выше, посмотрим, что тут есть. В обеденное время людей, конечно, вообще нету. Все так тихо, спокойно, непривычно. Да, очень много магазинов одежды. Причем, реально, смотрите, вон туда прям можно еще пройти. Тоже все в бутиках. Лифт есть. Ага. Посмотрим, может, на третий поднимемся. Парфюм продают домашний. Сейчас современные торговые дома сделаны так, чтобы очень много света было. Прям вот потолок открытый. Круто. Это третий этаж. А, тут большой фудкорт такой есть. Фудкорт, да, детские, детские магазинчики. Где фудкорт, там всегда детские магазины. Чаще всего. Потому что люди кушать приходят, а потом детишки такие, ну что, давай прикупим что-нибудь. Ну, тоже планета игрушек и различные другие бренды. Так, попробуем вызвать лифт. Поедем вниз. Поедем на работу. Да. Бургер-авеню различные еще там. А он один как будто, нет? А, ну есть еще вот кафе. Угол 1934. Ресторан. О, какой. Большие лифтики. Где здесь кнопочки? Вот они. Ну, вот так вот на обеде выехал. Вышел с офиса хоть прогулялся. Сидеть за компьютером уже просто надоело. Такие стеклянные двери. Крутые прям. А, на нулевом этаже там бытовая техника и тоже одежда. А, это что за выставка здесь? 12-го числа будет конкурс китайскими. Надо будет обязательно сходить. Вот логотип университета, в котором мы учились. 1949 год. Шихо Цудашио. Это вот логотип политеха. Круто. Это центральный по центру. Это логотип института Конфуция. Так, где будет проходить? Это здесь, на территории политеха. Получается, Нурсултан Назарбаева 56. Круто-круто. Прям такая выставка тут. Вот наглядный пример, как менялись иероглифы. Лошадь. Вот такой иероглиф. Это конечный, но используют в книгах. Сейчас его еще упростили. Или, допустим, вот иероглиф Ю. Это рыба. Вот так сейчас он выглядит. Вообще, получается, соревнование моста китайского языка. Это соревнование учеников с различных институтов Конфуция. Именно по Казахстану. Где ребята, студенты соревнуются на знания иероглифов китайской культуры и китайского языка в целом. Также там один из блоков конкурса, надо подготовить творческий номер. Ну все, пойду на занятия. Терри-да-дан. Ну что, позанимался китайским языком? Да. Вообще, заметил, с приходом весны, тепла, учиться, желания убавляются. Вот реально. Чувствуется уже, что скоро каникулы и как бы учеба заканчивается. Но я себя заставляю сейчас, да, после работы заехать. Я опаздываю уже ко всему минут на 20 на занятия. Потому что обычно я мог прийти раньше на занятия, подготовиться. И у меня была очень сильная мотивация изучать. Прям вообще сейчас, конечно, мотивации не так много. Но я говорю еще, что связано это с работой и с тем, что... Нас мало в группе. У нас всего сейчас два человека, было четыре изначально. Ну, двое отсеялись. Двое в группе и чуть-чуть скучновато. Наверное, мне так кажется. Может быть, будет повеселей. Чуть попозже, либо в следующем семестре. Не знаю. Посмотрим. Пока хожу, изучаю, что-то вспоминаю, по крайней мере. А вообще, наверное, главное, что не забываю. Потому что прошло три с половиной года, считай, как мы уехали из Китая. И, конечно же, когда ты не в среде, язык очень быстро забывается. Ну, да ладно. Посмотрим. Ну, все, я поехал домой. Ой, там меня ждет Леончик с Вирусикой. Сейчас по всему городу с асфальтом, конечно, такие приколы. Везде ямы, короче. Это кто? Это кто? Полозёка у них. А что? А Даши что? Пойдем. Папа с улицы. Папа с улицы, не трогайте меня. Папа какой. Он хочет обниматься. Он хочет обниматься. Улыбаешься? Ты ко мне? Папа с улицы, не трогайте. Ты что, ползаешь? Ты что, ползаешь? А? 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 Это мама тебя снимает. Да? А? Какой паус? Ты не замёз? Ты не замёз? Папа с улицы, не трогайте. Папа. 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 Мой тюга, вся папа боится